Всем привет дорогие друзья мои подруги, с вами как всегда Алекс и сегодня покажу вам, покажу несколько талисманов. Несколько талисманов не такие как у меня, да, но я покажу какие талисманы лучше в начале игры. Ну в принципе и свои, свои я тоже покажу. Как бы вот это у меня милость древа Эрт, печать Радогана от боли, ее можно получить в принципе на начальной стадии игры. Я вам покажу где, я как видите до сих пор с ней играю, значительно повышает характеристики и увеличивает получаемый урон. Потом у нас идет камея, камея разбойников. Камея разбойников в принципе получается в вулкановом поместье, когда вы идете за клинком богохульным. У меня есть видео на канале, так что не стесняйся, заходи, смотри. Ты обязательно получишь камея разбойников, она восстанавливает ОЗ при убийстве врагов и это очень хороший талисман. Давайте я вам покажу как он действует. У меня многие ребята спрашивали, писали, значит как действует камея разбойников, как сделать такой вампиризм. Ну давай, что ты не бьешь, давай. Вот он я. Так, вот он бьет, значит тут рожок у нас происходит, сейчас тоже ударит. Сейчас ударит и посмотрим, значит как я восстановлю жизни. Вот, мобы здесь конечно слабенькие, но насколько слабенькие судить не мне, а вам я не знаю слабенькие и не слабенькие. Но для этой обилки то, что надо. Вот, смотрите, что происходит. Если взять еще богохульный клинок. Даже если они бьют, я никаких блоков не ставлю, как вы видите, жизни у меня растут. И довольно неплохо растут. Вот так работает, значит камея разбойников. В паре у меня уже полностью жизни есть. Вот он меня пытается ударить. Просто бью вообще, я даже не ставлю никакие блоки у вороты и все подобное в этом плане. Вот, у меня полная жизнь, в принципе, если вы можете посмотреть, а вы смотрите, полная жизнь. Это действует камея разбойников, восстанавливает ОЗ при убийстве врагов. А далее у меня еще есть серия ударов, восстанавливает ОЗ. Но серии ударов здесь я фактически не проводил никаких. Значит, давайте начнем по порядку. Самый первый талисман, который вам надо, это печать Радогана от боли. Нам надо отправиться вот в эту локацию. Кстати, можно третий храм Марики. Там есть телепорты, о чем я говорил уже не один раз. Там телепорты, он вас телепортирует вот в эту область. Вы здесь бежите, вам надо башня Ленна, где мы, в принципе, фармим на камне. И форт Фарот, тут где лежал большой дракон. Вот нам сюда, в принципе, и надо. Вот этот у нас форт, значит, вот где он находится. И это мы пойдем заберем печать Радогана от боли, потому что печать довольно неплохая. Если кто не знает, она, значит, значительно повышает характеристики, увеличивает получаемый урон. После этого я тебе покажу еще вот такой вот амулет. Сейчас он, вот, синий амулет танцора. Для начала игры это довольно неплохой амулет, потому что он увеличивает силу атаки при уменьшенном переносимости веса. То есть, если вы не так, как я одет, да, не так, как рыцарь, а у вас легенькое что-то в начале игры, то этот талисман очень сильно бустит атаку. В принципе, он увеличивает все атаки посохом, мечом, без разницы. Значит, для Радогана мы бежим сюда, пробегаем этих горгулей и запрыгиваем вот сюда вот. И сразу же залазим, потому что они очень сильно дамажат. Они, в принципе, довольно сильные. Горгули эти, я не знаю, для меня сейчас они не очень сильные, конечно, но для тебя будут они сильными. Забираемся сюда. Забираем сундучка вкусная. У меня есть на канале, как мы здесь забирали эту печать Радогана. От боли пробегаем дальше. Здесь появляются рыцари. Они здесь постоянно появляются, поэтому дамажить их нет смысла. Падаем вниз. Здесь обязательно ставь какие-нибудь хилочки себе. Дальше тебе надо пробежать вот сюда вот. Видишь, здесь уже крысы есть. Все дела есть. И потом разогнаться и прыгнуть вот сюда вот. Именно перепрыгнуть. По-другому никак не получится. Заходим сюда. Здесь сидит большая крыса. Спускаемся. Спускаемся вот сюда вот. И вот здесь вот. Вот здесь будет ваша печать Радогана от боли. Итак, вот он я вышел, значит, целым невредимым. Я умер. Пошел забрал свои руны спокойно. И вам советую на начальном уровне сделать именно так. Хотя можно пойти и убить их всех. Большую крысу всю. Но на начальном уровне вы замучаетесь очень сильно убивать их. Дальше у меня какой талисман есть. Конечно же, талисман вы далеко не пойдете. Вам надо вот в эту вот локацию. Вот в эту локацию. А именно, я вам скажу куда. Почти в самое начало. Пещера под дорогой это то, что вам нужно. Значит, вот она пещера под дорогой. Сейчас я вам ее покажу быстренько. Итак, в пещере под дорогой вы берете синий амулет танцора. Находится пещера вот здесь. Вот здесь вот сейчас я выйду, если я вспомню, как здесь выходить. А здесь выходить очень просто. Заходить, в принципе, тоже просто. И покажу вам, где она находится. И я думаю, этот талисман вы найдете. Вот она дорога наша. Вот она карта. А здесь конец карты уже, кстати. Если вы в воду пойдете, вы умрете просто-напросто. То есть, потому что, посмотрите в воду. Да, вы видите там пропасть. Но здесь у нас в Элден Ринге так все работает. Как бы пошел и умер. Вот, спуститься сюда можно по-разному. Абсолютно по-разному. Я уже не буду спускаться. Я думаю, ты найдешь. И пещерка находится вот здесь. Она неприметная. Ты сюда забегаешь и забираешь свой довольно классный амулет. Это синий амулет танцора. Синий амулет танцора увеличивает силу атаки при уменьшенном переименосимости веса. То есть, если вы в легкое что-то, значит, оделись. В какую-то броню легкую вам как раз вот сюда. Вот, я думаю, в начале игры вы здесь разберетесь. Здесь пещера довольно интересная. Она мне нравилась. А я даже не умер. Поэтому спрыгивайте очень аккуратно. Здесь еще одна яма, как вы видите. Здесь волки. То есть, для начального уровня я не думаю, что вам придется. Вот здесь тоже что-то лежало. Я забыл уже, значит, что там лежало. Но для начального уровня я думаю, вам сюда как раз можно. Потому что талисман довольно хороший. Талисман довольно хороший. Сейчас покажу, где вампиризм. Тот самый вампиризм, про который меня спрашивали постоянно. И спрашивают, как восполнять жизни при ударах. Значит, есть два вампиризма, ребята. Есть камея разбойников. И еще плащаница из божественной кожи. Вот плащаницу из божественной кожи, которая серия ударов восстанавливает ОЗ. Забрать не так уж просто. Это будет не в начале игры. Но все равно я покажу, где. Вот. Вы спускаетесь сюда. Вот. И забираете свой синий талисман. Здесь довольно интересная пещера. Для начальной локации. Для начальной игры. Вы здесь сможете прокачаться. Если еще на камнях не прокачались. Дракон у нас отсутствует в прокачке. Я это потестить даже не смог. Потому что вышел патч. И совсем, совсем все обрубили. Но зато есть другие возможности. Другие возможности крафта и патчей. После патча 1.04. Значит, как заработать эти руны. Я, в принципе, этим богоюзерством не люблю заниматься. Вот они еще волки. Вы спускаетесь, бьете. Здесь все просто. В этой пещере. Возьмите себе фонарик. Потому что фонарика у вас не будет. Здесь много дырок. В которые вы можете зайти. Вот я, допустим, что-то и не забирал. Даже здесь пульсирующий лист. И рискну даже спрыгнуть сюда к волкам. Что-то дальше с патчами. Я не знаю. Как-то они все больше и больше лагают. Эти волки. И не только волки. Они либо тупыми стали. Либо что. Но прыгать в пропасть, фармить руны вы можете всегда. Вот мы и дошли уже фактически до конца. До конца этой пещеры. Потому что вы слышите водопад. Здесь довольно красиво. Вот. Вы не ожидали. И камея разбойника. Вот это вот. Точнее не камея разбойников. А синий амулет танцора. Будет находиться именно здесь. Я думаю вы разберетесь. Я еще смотрите. Даже не все собрал здесь. С этой пещеры. Она мне в принципе сразу понравилась. Потому что вы посмотрите только на красоту этой пещеры. Значит где достать ту самую камею разбойников. Вы видите да. Где я уже на карте нахожусь. Вот пещера. Где я. Вот сколько мы пробежали по ней. Синяя плащаница. Это довольно хороший амулет для начала игры. Значит как попасть сюда в вулкановое поместье. У меня есть видео на канале. Здесь вы просто забираете письма. Ролик этот есть. Если что я подсказку оставлю. Сверху слева. И вы заберете. Вот этот вот талисман. Кроме этого талисмана. Камея разбойников. Вы заберете вот такой вот меч. Сейчас где он. Это мой любимый меч. Это богохульный клинок. Он очень хороший. И в принципе у него тоже есть какой то свой вампиризм. Вот такие вот удары у него есть. Забирайте обязательно. Вы не пропустите его там. Потому что квест в принципе на нем и зависает. Как бы на этом мече. При выполнении всех писем вы обязательно его получите. Следующий талисман. Давайте перейдем к следующему талисману. Это большой горшок. Вам надо попасть. Не сюда попасть. Стоп. А вот сюда вот попасть. Глубины реки Сиофа. Глубины реки Сиофа это лифт. Вот оно ребята. Как попасть к большому горшку. Здесь остров. Замок. Замок такой. И большой горшок стоит. Вам надо глубины реки Сиофа. Вот они и находятся. Вот этот лифт. Вторая часть лифта находится именно вот здесь. Речной источник Сиофа. Это до квеста Рейни. Еще можете сделать. Спуститься в речной источник Сиофа. Пробежать его. И вы на лифте только возьмите с собой мечевидный ключ. Вы вот здесь вот подниметесь в принципе с глубины реки Сиофа. Вы подниметесь как раз к этому большому горшку. Значит где амулеты достать большого горшка. Я вам его сейчас сразу же покажу. Это офигенный горшок. Это склад великого кувшина. Вот такой вот горшок. Как бы с каким-нибудь оружием. Да вы видите там оружие. То есть сильно повышает максимум вес снаряжения. И это действительно так. Если вы его примените. Вы будете легкие как перышко. Этот амулет можно с синей танцовщицей использовать. Назовем ее так. В принципе оно довольно неплохое. Здесь пробежать можно на начальном уровне. Где-то на левеле 20-30. Вам будет комфортно абсолютно уже здесь. Здесь также вы заберете очень офигенный щит. Щит находится вот прямо у ног вот этого вот великана. Сейчас он выстрелит. И я здесь откинусь. Потому что великан очень мощный. Вот. И очень неудобно здесь бить его. Я не попадаю. Просто не попадаю. Вот. Вы убиваете его. Здесь щит с шипами лежит. Щит с шипами вы забираете. И отбегаете сразу вообще вот куда-то сюда. Потому что сейчас летит стрела уже там. Вам надо будет убить второго великана. Чтоб забрать этот горшок. Этот талисман. Вы подбегаете ко второму великану. Кстати можете хилочки. Вот он стреляет. Стрельнул. Можно в принципе попробовать пробежать. Потому что я делал так. Это я делал давно очень. Вот. Пробежать. Вот сюда вот. Вылезти с лошадки. Вот. Он стрельнул мимо. Промахнулся. И тут вы начинаете его дамажить. Конечно. Богохульного клинка у вас не будет. Скорее всего. А может и будет. Потому что сюда можно и после вулканового посольства зайти. Точнее не посольства. А поместье. Вот. Он что-то делает. Там. Вы возле ног стоите. Ага. Он огонь заюзал. От огня лучше убежать. Конечно. Вот и все. Значит. Вот и вы покончили. Но это еще не самое сложное здесь. Самое сложное. Как ребят писали. Это здесь. Чтобы получить этот самый талисман. Этот самый горшок. Вам надо приехать к этому большому горшку. У меня есть видео на канале. Как попасть сюда. Конкретно. Как попасть. То есть. Ты посмотри. Ты пойми. И ты поймешь. А здесь надо будет. У вас будут красные точки на земле. Вот здесь вот прямо одна. Вторая. И здесь где-то третья. Вам надо будет призвать трех бойцов. Вы их призываете. Убиваете. Рекомендую начинать со среднего. Потом ближе к этому камню. И оставлять последнего этого. Либо как-то наоборот. Вам надо начинать с самого сильного. Потому что вам задолбается. Если он вас убьет. Бежать опять. И убивать великанов. А так. С самого сильного начали. Победили его. Значит. Все остальные. Для вас уже будут побежденные. Чтобы их победить. Лучше взять. Я не знаю. У меня был тогда. Я побеждал их с разным оружием. Черный нож был. У меня есть на канале. Как его получить. Он вот вкачан на плюс 7. Вот как раз с плюс 7. Или с плюс 6. Я уже не помню. Я убивал их всех. Можете получить ридувия. Также есть на канале. Как получить ридувия. Переходим к следующему талисману. Который в принципе довольно-довольно неплохой. Следующий талисман находится. Вот здесь вот. Смотрите. Здесь у нас руины Ласкияра. Берег озера Леурнии. И если вы нашли лачуга любителя креветок. Она находится вот здесь. Это перед академией. В Леурнии. Вот этот камушек. Вот. Можете запомнить его. Вам надо сюда прийти именно ночью. Именно ночью. Вы приходите сюда именно ночью. И именно получаете здесь талисман. Вот я увеличу. Вот она карта. Вот этот камушек. Придя сюда ночью. Вы получите вот такой вот талисман. Как меч с красными перьями. Увеличивает силу атаки при низком здоровье. Многие его недооценивают. Этот меч с красными перьями. Но если у вас остается мало хп. Или вы играете по хардкору. Либо просто осталось мало хп. И вы хотите уже вот босса или моба убить. То увеличивает силу атаки. Он почти в... Ну на раз точно увеличивает. То есть очень хорошо. На 50 процентов он увеличивает. Вот эти все талисманы можешь не смотреть. У меня торжество повелителя крови. Если ты начал играть. То это гайд для новичков. Я делаю. Если ты хочешь сделать по всем крутым талисманам. Ты обязательно напиши мне в комментариях. Мы сделаем все крутые талисманы. С которыми в принципе я хожу. А я хожу сейчас плащаница из божественной кожи. Камея разбойников. Опять таки говорю. Ее получить можно в вулкановом поместье. Выполняя письма. Выполняя квесты. У меня есть на канале. Что же касается второго талисмана. Ребята не хочу расстраивать. Но камея разбойников. Насколько я помню. Значит получается у нас вот здесь. Вот пещера призывателя душ. Пещера призывателя душ. Это далеко идти сюда. Вам надо здесь босса побить. Значит в этом городе. Потом пройти к заснеженной территории. И найти пещеру призывателя душ. Именно здесь в этой пещере призывателя душ. Вы найдете плащаница из божественной кожи. У меня есть на канале в принципе. Как получать топ брони. Топ брони. И там же эта плащаница из божественной кожи тоже выпадает. Что дальше по талисманам. Здесь много всяких талисманов. Заострим внимание на талисман щит с гербом дракона. Щит с гербом дракона не простой. А щит с гербом дракона плюс один. Где его получить. Сейчас я вам показываю. Уже показываю где его получить. Значит получаем мы его вот в этой локации. В принципе как сюда попасть. Вам не обязательно надо великий подъемник Дексуса. Вы можете сюда прийти. Руины Локс. Значит холм с видом на древо Эрт. Как сюда прийти. Это опять таки дорога в вулканово поместье. Вы здесь встречаете Рая. Она сидит здесь недалеко. Кстати от этого талисмана. Вот здесь вот сидит Рая. Вы ее встретили. Она вам дает приглашение. И говорит что вы должны ее найти. В принципе вот здесь. Вот на этом самом балконе. Вот на этом балконе вы ее находите. Где получить значит этот талисман. Давайте я сюда вот сразу перенесусь. Могила святого героя. Итак. Вот она могила святого героя. Здесь мы получали черный нож. Если вы помните. То могила святого героя. Здесь мы получали черный нож. Потому что здесь сидит тот самый черный нож. Нам в ходе. Как сюда добраться. Я думаю вы понимаете. Нам надо пробежать вот так вот. Здесь у нас стропа со стороны бастиона. Мы будем бежать от мельницы. Если вы уже добежали сюда. То в принципе вы все поймете. Если нет. Ничего сложного нет. Но чтобы сюда подняться. Безвеликий подъемник дектуса. Дектуса. Вам надо зачистить укрытие ущельем деревня. То есть вам надо попасть вот сюда вот. Как сюда попасть. Вы просто с леурнии бежите. Вот это первая благодать. Ущелье. Вы пробегаете сюда. Залазите. Здесь побеждаете босса. Магмана. Вы забираете магмановый клинок. Который выпускает лаву. Пробегаете чуть-чуть дальше. И вы уже хом с видом на древо эрт. После этого вы можете проскакать на эту локацию. В принципе без подъемника дектуса. Но в принципе если у вас уже есть амулет. Вы победили босса первого. Вы зашли в академию. Либо не заходили в академию. То вы сюда доберетесь однозначно. В могилу святого героя у нас два амулета. Первый амулет это у нас. Вот он. Талисман с кровавыми семенами. Фляга багровых слез. Восстанавливает больше ОЗ. Его забрать можно если у вас есть мечевидный ключ. За вторым амулетом чуть-чуть придется побегать. Но я бегал и ничего здесь страшного нет. Заметно повышает сопротивление физическому урону. Поверьте ребята с этим амулетом я играю иногда до сих пор. Потому что у меня стоит камея разбойника. Она увеличивает ОЗ при убийстве врагов. И стоит талисман щит с гербом дракона на плюс один. Он заметно повышает сопротивление физическому урону. И вот в такой броне. Да если ты броню не видел посмотри. Топ брони у меня есть на канале. Топ брони. Вот эту броню как выбить. Кто-то говорил она не выбивается здесь. Ребята эту броню можно получить вот именно вот здесь. Вот это могила героя Ауриции. Вот именно здесь в этой могиле. Когда катапульты значит. Когда катапульты ездят. Эти баллисты которые вас бьют. Вы включаете свет. Они разрушиваются. И вам вы получаете вот именно вот эту вот броню. Вот эту броню кроме шлема. Шлем у вас будет. Сейчас я покажу. Вот такой вот он тоже красивенный. Он просто офигенный и красивенный. И ребят на самом деле это почти все талисманы в начале игры. Которые вам в принципе хоть как-то пригодятся. Здесь есть у торговцев еще. Лачуга торговца затворника. Есть талисманы. Но все талисманы в начале игры. Это я не знаю сводится. Сводится вот все вот к этому. Форд Фород это самый такой топовый талисман. Который вы должны забрать. Это печать Радогана от боли. У вас будет сумка с талисманами. У вас будет одно место. Поэтому забирайте его. Второй талисман. Который вы можете забрать. Если вы налегке играете. Это синий амулет танцора. В принципе вот этот талисман. Меч с красными перьями можете забрать. Когда мало хп. Остальные талисманы. Это золотой скоробей. Золотой скоробей. Он находится вот здесь вот. Сейчас где эта локация. Но он находится тоже на этой локации. Руины улиц Мудрецов. Вам надо вот сюда вот попасть. И вот она заброшенная пещера. Как до нее дойти. Я говорил. Там и лук. И талисман. В принципе и босс интересный. Но без пилюлей от красной гнили. Туда лучше не идти. Ребята говорят. Можно поставить в принципе пепел войны. И пробежать. Вас не будет. Дамажить та самая красная гниль. То есть вот она. Руины Калема. Точка. И тлеющая стена. Вы пробегаете сюда. В эту заброшенную пещеру. Пропрыгиваете. У вас золотой скоробей. Но это скорее талисман. Для крафта рун. Потому что другой талисман. В принципе на жизни. На ману. Он в начале игры. Наверное вам не особо и нужен. А вот талисман. Как бы. На крафт рун. Возможно пригодится. Каким-то боком. Но вот эти талисманы. Они очень хорошие. Вот кроме этого. Этот достается тоже далеко. Вы сможете запросто забрать. Печать Радогана от боли. Камея разбойников. И талисман. Щит с гербом дракона. Вот эти три талисмана. Все находятся на. Грубо говоря. Начальные локации. Вулканово поместье. Щит с гербом дракона. Могила святого героя. И талисман самый топовый. Который вам надо. Это форт Фороте. Где я в начале показывал. Все. Остальные талисманы. Они будут сопутствующие. В вашей игре. Ребята. С вами был как всегда Алекс. Пока-пока. Ты просил по талисманам. В начале игры. Я тебе объяснил. По талисманам. В начале игры. С какими талисманами. Я лично играл. И с какими играю. До сих пор. В принципе. Это отличные талисманы. Их можно забрать здесь. Все остальные тоже хорошие талисманы. Но они не стоят такого сильного внимания просто. Пока-пока. До скорого. Увидимся. Уже совсем скоро.